Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать! У меня уже прошло полдня, вот смотрю на время, первый час дня, и целый день в бегах. Вообще, я уже что-то так навалилась и неожиданно делала. Ой, то туда, то сюда, в общем, везде надо успеть. Сейчас уже подъехала к дому, вот пойду домой. Такая голодная, такая голодная. Вот вы меня спрашиваете, как я стараюсь быть там на позитиве и сохранять хорошее настроение? Сложно? Сложно, когда наваливаются проблемы, дела, заботы, которые особенно нежданные. Не сказать, что они прям мои лично или там прям моей семье, но они наваливаются. Получается, кроме меня, помочь некому. И вот, как хочешь, называется, справляйся, все бросай. И приходи на помощь, что ли, так это называется. Ой, ну сегодня, правда, тяжелый был, что-то, начало дня. Вот, в общем-то, была в одном учреждении с человеком, которому надо было помочь. Ему стало плохо, и скорую вызывали. Ой, ну вообще, в общем, ой, что говорить. Но, не падаю духом, оптимизм на высоте. Вон Илюха со школы уже прибежал, говорит, мам, подожди меня, говорит, в машине. Нет, замерз. Что-то у Илюхи сопли, да? Чуки красные, сопли, в общем-то. Я вчера тоже такая, думаю, похоже, меня уже, думаю, подзаразил. А то что даже не поздоровался-то? Вот. В общем, стараюсь не падать духом. Ой, не садись там, не садись, не садись там документы. Всем привет! Всем привет! Да? Что, как в школе первый день? Нормально. Нормально? Пересадили меня. А, пересадили. Был на второй, стал на третий. Потому что я высокий. Новые учебники-то выдали вторую часть? Некоторые забыли чтение. А ты-то всё сдал? А, как ты? А-а-а! Я только сдал русский и окружающий. Я говорю вчера, возьми всё, ничего не забудь. Ну вот, вот, как это называется? Переотдыхал. Переотдыхал. Да нет. Да нет? Мало выходных. Мало. Вот как бы в летом три месяца. Слушайте, ну когда учиться тогда? Если летом три месяца, зимой три месяца, тогда и учиться ты не успеешь. Ну всё, мы побежали домой. Будем обедать. Обедать будем. Ничего на лучше называется. И я разбирал пакет с продуктами. И говорю, иди разбери. И я сейчас покажу, что я купила. Ну, в общем, вот так разобрал. В общем, купили мы с Настюхой свежую курочку. С ней заезжали сейчас после художки. Свежая курочка фирма. Бёдрышко куриное. Ну, как обычно. Хлеб мультизлаковый. Наш любимый. Очень нам понравилось. Была в фикс-прайсе. Сладуница забежала. Купила вот эти шокобраун конфеты. Так, ну это несусветную гадость. Попросила Настя. Сказала, очень надо. Молоко купили. Отборный прям кофе. Что-то у меня так хорошо идёт, что прям без молока не так. И вот такую колбаску калинка. Ну и вот эти вот женские штучки. Вот. В общем, Илюха прям тут всё, не знаю как, разобрала. Я говорила, что у Илюхи Сопли вот этот вот фирмы Лекос. Это при насморке гайморид на основе нотрекомплекса. Нарисан. Привезла его с Крыма. Кстати, неплохо помогает. Неплохо помогает. Тут всё на украинском. Вот. Бальзам, обличающий дыхание, унижающий скорость образования слизи. В общем, вы всё тут видите. При РВИ и при всём таком. Кстати, неплохо помогает при насморке. Здесь такой вот обычная брызгалка. О, стоимость продавали её в Крыму. 200 рублей. Ещё какие-то покупала я тоже брызгалку. Ну, в общем, вот так вот выглядит этот Нарисан при насморке и гаймориде. Пахнет несу светло какими-то травами. Ну, в общем-то, в принципе, работает и помогает. Ну и очередная тема ответов на ваши вопросы. Ирина Ирина спрашивает. Расскажите, как боретесь с плохим настроением, если такое бывает? Знаете, конечно, бывает плохое настроение. В основном оно плохое не из-за того, что у меня там депрессия или что-то как бы, а из-за того, что его могут испортить окружающие. Вот из-за этого бывает плохое настроение. Да что это такое? Это да, такое бывает. Как с этим борюсь? Вы знаете, я поняла так, что если я начинаю улыбаться, вот независимо от того, что я не хочу это делать, но я просто какую-то изображаю улыбку на своём лице, не знаю откуда, но настроение начинает улучшаться. Ещё один способ – это, конечно же, съесть несколько долек вкусной и любимой шоколадки. Если, конечно, настроение сильно плохое, то можно съесть и целую шоколадку, и после этого гормон радости, конечно, повышается в моём организме. Это я уже очень заметила. Ну и, конечно же, ещё один способ, как бороться с плохим настроением – это вспомнить что-то позитивное, хорошее, классное, как вы отдыхали, может быть, море, может быть, что-то такое. Это мне тоже помогает бороться с плохим и с негативным каким-то настроением. Но бывает, я как не исключение, как и вы все, бывает подвержена плохому настроению. А что? Что с этим делать? Ничего с этим не сделать. Я такой же живой человек, как и вы, поэтому мне свойственны, само собой, все эти те же самые чувства, что и вам. Ирина, Ирина задаёт такой вопрос. А мама пользуется Тиандэ? Ну, это имеется в виду моя мама. Нет, моя мама Тиандэ не пользуется, не пробовала ничего. Она так у меня посматривает на что-то, ну, без всякого интереса. Она очень большой поклонник Айфлейма. И кроме Айфлейма она не признаёт ничего, я вам так скажу. Поэтому на всё остальное она смотрит абсолютно спокойно. На все остальные марки, всё, что стоит в магазинах или ещё где-то. У неё и Айфлейм-то, в принципе, по минимализму, так скажем, только всё-всё-всё самое необходимое, абсолютно ничего лишнего. Вот как только всё заканчивается, она открывает и ставит новые там тюби-крема для рук там или ещё чего-то. У неё всё есть, но всё не так, как у меня, да? Там гелей несколько, там, ну, в общем, вы понимаете, да? Так что Тиандэ она не пользуется и даже в его сторону она не смотрит. Ну, так она, конечно, заинтересовалась именно вот линейкой чаёв. Вот по оздоровлению, по очищению организма. Это да, она что-то так присматривает, что ты что-то там пьёшь, что же там такое. А по поводу там косметики, уходовых средств, туда она вообще даже не смотрит и не заглядывает. Следующий вопрос задаёт Тамила Ярахмедова. Наталья, как вам качество в Эйвен? Например, гели для душа и так далее. Хочется там попробовать. Цены там ниже, чем в Эрифлейм, а вот качество, как, не знаю. Всё относительно. По поводу цен, конечно же, смотря что с чем сравнивать, сами понимаете, да? По поводу гелей для душа. Гели для душа, большое разнообразие фирмы Эйвен. Мне они нравятся. Ароматы разнообразные. Пенятся здорово, классно. Гели для душа, да, мне очень нравятся. Кое-какие парфюмы мне нравятся, как ароматы. Вот, но это мы уже говорим про парфюмы, которые стоят подороже. Вот те ароматы более стойкие, более такие качественные, ну, которые меня, допустим, по ароматам привлекают. Если, собственно говоря, рассматривать линейку по уходу за лицом, я только про, ну, всё остальное такое вообще, нет-нет-нет. Мне только если что-то приглядывается из Энью линейки. Ну, что я уже там попробовала в линейке Энью? Средства для век слабоваты, результата никакого, так скажем, вы не получите. Ну, может быть, вы со мной поспорите, но если вы не пробовали лучшее, то, конечно же, вы скажете, ой, это самое лучшее. Потому что спорить о самом лучшем – это очень сложно. Что для каждого самое лучшее, да, это очень сложно сказать. Ну, вот, надо всё пробовать. Я всегда говорю, интересно, интересует вас эта фирма, привлекает вас цена, пробуйте. Вы потом в дальнейшем сами для себя сделаете выводы и уже скажете, нет, я больше не буду это покупать, или нет, мне это очень нравится. Серия Планета Спа, очень интересная. Ну, тоже надо выборочно для себя, вот, там, маски для волос есть интересные, какие-то гели для души в этой серии тоже неплохие. Маски для лица я пробовала из серии Планета Спа. Так что пробуйте, попробуйте. Фирма давным-давно на рынке, она очень разнообразие в ней, очень большое, поэтому я думаю, что стоит пробовать, экспериментировать, и вы обязательно для себя что-то найдёте там интересное, что вам будет нравиться и что вам действительно подойдёт. Ну, вот, для меня, я могу в Вейвоне купить какие-то гели для душа, какие-то парфюмы, ну, крема пусть для рук. Масочки вот у меня есть. Но как основной уход, нет, я там для себя ничего не подобрала. Парфюмчики некоторые мне нравятся, но ароматы, даже если мы возьмём ароматы, они чем-то, какими-то нотами в основном схожи, и прослеживается там какая-то такая нотка, которая перекликается из одного аромата в другой, и вот это вот как-то, да, наблюдается. Очень редко там встречаются ароматы, которые прям кардинально какие-то другие, чем вот, так скажем, собратья. Так что экспериментируйте, пробуйте, напишите, что вы для себя там присмотрите, тоже очень интересно. Следующий вопрос задаёт Самая Юлдашева. Можно ли краску для волос от Арифлейм, если не использовать всю, поделить и приготовить отдельно? А оставшиеся продукты закрыть и использовать в следующий раз? Да, конечно, можно. У меня мама так и делает. Ей одной упаковки абсолютно, это очень много, если у вас стрижка, да, она, так же краска для волос в Арифлейме состоит из нескольких компонентов. То есть она выдавливает половину тюбика одного и выливает половину жидкости другой. И всё это перемешивается, а остальное просто закрывается крышечками и до следующей покраски. В любом случае получается так, что мы красим голову, в принципе, каждый месяц. И за это время с краской ничего абсолютно не произойдёт, и с ней ничего не происходит. Ну, по крайней мере, у меня мама так пользуется, и всё как бы замечательно. И с волосами, и с краской, в общем-то, окрашивание проходит отлично. У меня же, конечно, всё получается по-другому. У меня полностью используется тюбик без остатка. Вот, а если нужно покрасить по всей, конечно же, длине и там, то надо вообще две упаковки краски. Ну, две даже многовато, но там уже делить и оставлять абсолютно мне не приходится. Поэтому у меня уходит, конечно, две краски полностью. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую. И мы с вами обязательно увидимся завтра. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok